Защита моря для эколого-биологического центра – тема особая. Ну а к Международному дню Чёрного моря, который будет отмечаться 31 октября, здесь всегда готовятся и проводят в его рамках много мероприятий. Например, вот такую выставку. Нам всегда интересны все вопросы, которые касаются изучения природы, экологического состояния того места, где мы проживаем. То есть нашего города, ну и, естественно, нашего города, природы города и моря непосредственно. Ну а сегодня в программе увлекательная квест-игра «Чёрное море». Какая следующая сторона лежит на пути нашего путешественника? Так, у нас была Констанция. На один день территория эколого-биологического центра превратилась в Причерноморье. Заявки на участие подали семь школ. Каждая из команд получила соответствующую карту. Вопросы задавало специальное интернет-приложение. Задача юных исследователей – искать подсказки, привязанные к городам Черноморского региона, участвовать в экспериментах и отвечать на вопросы по истории и экологии моря. Квест-игру провели в рамках международной программы «Эмблаз». Эта программа по улучшению качества мониторинга экологического состояния Черного моря. Она состоит из двух частей. Первая – это, собственно говоря, научная работа. Ученые в рейсах проводят большое количество исследований. И флоры, и фауны, качество вод. Вторая – это популяризация знаний и тех данных, которые ученые получают, до населения стран, участниц программы. Экологическое просвещение детей – это одно из приоритетных направлений программы «Эмблаз». А еще внедрение мировых научных методик в детские практики. Так, в сентябре ребята выезжали на побережье Лао и изучали экологию моря через флору и фауну и анализ собранного мусора. Такие же акции параллельно прошли в Грузии и на Украине, в странах, где также реализуется программа «Эмблаз».